Всем привет! С вами Птачёный. Подписчик попросил меня сделать обзор на видео о кетодиете. И давайте без лишних слов приступим к этому замечательному действию. В данном ролике главную роль играет человек с медицинским образованием, практикующий эндокринолог. Это важно, запомните это. Я закончила Пермскую государственную медицинскую академию. Затем у меня была интернатура по терапии. Затем 2 года я проходила ординатуру по эндокринологии и клинической фармакологии. И данная дама рассказывает нам про кетодиету. Зачем, как и почему. Смысл кетодиеты заключается в том, чтобы потреблять максимально большое количество жиров, минимальное количество углеводов около 5% и некоторое количество белков. И какие же плюсы в такой, казалось бы, идиотской диете видит наш эндокринолог? Жир, он насыщает. Он хоть и калорийный, но его много съесть нельзя, потому что он обладает очень такой насыщающей способностью. Жир нас насыщает. В этом Катя Янг видит основное преимущество кетодиеты. То есть мы наели жирного и вроде как хотим меньше есть. Ну и буквально через несколько минут мужчина в студии возразил ей Вы говорите, что это не съешь, я говорю, что съешь. Типа, кого он насыщает-то? Он свинины может сожрать там 3 куска и потом еще 3 съесть. Как бы не очень-то это работает. Еще мы можем зайти в любой ресторан фастфуда и посмотреть на людей, которые за дня в день насыщаются и совсем не хотят есть больше. Но весят они правда раза в 2-3 выше нормы. Но это ничего, они же насыщенные, насыщенные жирные люди. Основной упор в насыщении и отсутствие чувства голода идет на всплесках инсулина, потому что едим мы углеводы, у нас инсулина происходит, уровень сахара повышается, потом снижается. Мы опять хотим есть. Но почему-то никто не говорит о двух вещах. Во-первых, если мы едим цельные растительные продукты или достаточное количество клетчатки вообще во время приема пищи, то пики инсулиновые сглаживаются и резкого падения уровня сахара не происходит. Второй момент заключается в том, что мы можем съесть большое количество фруктов и овощей на небольшое количество калорий, забить свой желудок и насытиться, при этом получив большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, при этом получив мало калорий. Но Катя Ян говорит нам о том, что мы можем съесть более калорийную продукцию в меньшем объеме. И это почему-то плюс. Почему? Я имею в виду, что порция, когда она содержит жир, становится меньше по объему, нежели это будет углеводистая какая-то пища или белка. 100 грамм свинины или 550 грамм яблок. Ну, примерно равное количество по калориям. И это еще при том, что свинина не жареная. Я думаю, ответ очевиден. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это почему эндокринолог, практикующий с медицинским образованием, советует людям диеты. При этом сама говорит о том, что диеты имеют временный результат и работают как маятник. Сколько похудели, столько же и набрали, а то и больше. Второй раз такая диета результата не даст и так далее. Почему не сказать людям питаться постоянно нормально, не жреть, не быть вот туда-сюда худой-жирный-худой-жирный, лето на пляж, там зимой на массу, они что там, качки что ли все? Это для меня очень и очень странно. Эндокринолог-врач должен сделать так, чтобы пациент не болел, а не излечивать его болезнь периодически. Еще один момент, наверное, самый важный. Обращаемся к моему предыдущему ролику о сердечно-сосудистых заболеваниях. Что на этой диете советует нам есть Катя Янг? Яйца, жирные молочные продукты, жирные сливки, жирные сорта мяса. Те самые продукты, которые вредят нашему здоровью и наносят ущерб нашей сердечно-сосудистой системе. Зачем вообще ради кратковременного похудения нам садиться на такую диету? Да, наш организм получает стресс, когда мы урезаем углеводы, которые крайне важны для функционирования нашего организма и нашего мозга. Вообще все макро- и микроэлементы должны находиться в балансе, чтобы все процессы в организме практикали нормально. Но если мы перестраиваемся, переходим на вот такие вот веселые диетки, наш организм получает стресс, и мы начинаем худеть. Но это действительно так. Но самое интересное в том, что такая диета по стрессу аналогично тому, как мы бы подошли к темным-темным переулке каким-нибудь злым пацанам и сказали, что делали какие-то нехорошие вещи с их мамами. Ну и побежали бы. Нас бы поразил такой уровень стресса, что мы бы, наверное, похудели. А если бы нас поймали и избили, то мы похудели бы в больнице еще сильнее. Но это же идиотизм. Такой же идиотизм и эта кето-диета. Не стоит ради того, чтобы худеть, причинять своему организму вред. Это глупо. Да? Уж. Вообще, если хотите похудеть, то просто создавайте дефицит калорий. Либо больше тратьте, либо меньше получайте. И вы 100% будете худеть. Данный гениальный подход подходит практически во всех ситуациях. За исключением случаев, когда все системы в организме человека нарушены. И все процессы практикают каким-то другим образом. Но такие ситуации происходят редко. И тут явно требуется лечение нормального врача. Ну ладно, про кету-диету поговорили. И дальше Катя Янг задела струны моей души. Ведь она начала говорить о вегетарианстве. К сожалению, без полноценного белка, в том числе из мяса, ферментные системы через 8, 10, 15 лет начинают сыпаться и начинают сыпаться необратимо. Когда эти ферменты начинают работать неполноценно, просто начинает организм сыпаться, появляется слабость, остеопороз, железодефицитные анемии и так далее, и так далее, и так далее. Эх, белуу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Опять этот самый белок. Мне интересно, почему люди с медицинским образованием не знают, как получать полноценный белок на растительном питании. Я об этом рассказывал в своем ролике про выживание вегана. Посмотрите, я там все подробно объясняю с примерами. Короче говоря, если есть один продукт растительный, в котором есть лимитирующая аминокислота, дефицитная, есть другой растительный продукт, в котором этой аминокислоты много, мы едим эти два продукта вместе и получаем счастье, полноценный белок, и все у нас замечательно. Еще мне, в принципе, интересно, каким образом ферменты, отвечающие за усвоение белка, когда мы вдруг не получаем этот полноценный белок, рушится таким образом, что мы получаем остеопороз, железнодефицитную анемию, может, потом нам кредиты в банке не будут выдавать и кирпичи на голову падать. Я, честно, не знаю, может быть, это так. Если у вас есть какая-то информация об этом, то напишите в комментариях, я ознакомлюсь. Но пока для меня это выглядит как минимум странно. Но, конечно, стоит отдать должное Кате Янг, что таких моментов против вегетарианства я еще не слышал. Это хотя бы что-то новое и заставляет задуматься. К тому же, насколько идеально подобран рубеж пребывания на вегетарианстве? 5 лет, 8 лет, 10 лет, 15 лет, 30, 40, 100 лет? Ну, через 100 лет остеопороз явно настигнет мой организм, а до этого времени я еще не дожил. Может быть, через 5, 8, 15 лет мои ферменты все испортятся и я весь развалюсь. Сложно пока судить, но посмотрим, что будет. По крайней мере, срок, в течение которого наш организм должен разваливаться в соответствии с теорией Кате Янг, достаточно велик по сравнению со сроком выпадения зубов и ломкости костей, который нам обещает мой лучший друг и любые другие блогеры и противники веганства. Если у вас есть какие-либо персонажи, видеоидеи для моих роликов, пишите их в комментариях. Я обязательно с ними ознакомлюсь. Если тема покажется мне интересной, либо эту тему поддержит большое количество людей, то я обязательно сделаю на вашу тему ролик. Что ж, это все, что я вам сегодня хотел рассказать. Подписывайтесь на канал, смотрите предыдущие ролики. С вами был Точеный. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok